Зятя офицера из Челябинска арестовали в США. Бывший американский спецназовец подозревается в работе на российскую разведку. По данным сайта РИА Новости, 45-летний Питер Рафаэль Джибинский-Деббинс передавал российским спецслужбам секретную информацию о работе сил специального назначения. Согласно документам суда, с декабря 1996 года по январь 2011 года 45-летний Питер Рафаэль Джибинский-Деббинс, как предполагается, вступил в сговор с агентами российской разведки. Американские власти утверждают, что за этот период времени подозреваемый периодически посещал Россию и встречался с сотрудниками российских разведслужб. В 1997 году Деббинс якобы подписал заявление, подтверждающее его желание служить России. Российские агенты присвоили ему кодовое имя. По данным пресс-релиза Минюста США, с 1998 года по 2005-й Джибинский-Деббинс служил в химических войсках американской армии. Позже перешел в спецназ. По мнению американцев, службу Деббинс сменил по настоянию российской разведки. Предположительно, Деббинс передавал агентам российской разведки информацию, которую он получал, служа в спецназе. В 2008 году он ушел в отставку и раскрыл российской разведке засекреченную информацию о своей деятельности во время службы в спецназе. Также, согласно документам Минюста, Деббинс во время одного из своих первых визитов в Россию, а именно в Челябинск, встретил свою будущую супругу. Здесь они поженились в 1997 году. Через 13 лет жительница Южного Урала получила гражданство США. Тесть Деббинса был офицером российской армии и жил в Челябинске. По версии американских властей, Деббинс был завербован в 1996 в Челябинске, когда прибыл в столицу Южного Урала в рамках образовательной программы. Деббинс нарушил свою клятву, поставил под угрозу национальную безопасность нашей страны, раскрыв секретную информацию сотрудникам российской разведки, предоставляя данные о своем подразделении, раскрывая личности служащих спецназа российской разведки, чтобы та могла попытаться завербовать их в качестве шпионов. Теперь по американским законам бывшему спецназовцу грозит пожизненное заключение.